Добрый день! На связи психолог Евгения Порошина. Вышла ненадолго, сегодня поделюсь классной техникой. Называется «Письмо маме, папе. Как самостоятельно можно проработать какие-то ситуации». Итак, включаю слайд. Так, первый слайд. Немножко предыстории. Эту технику узнала у психолога Дмитрия Атланова. Сама эту технику делала, поэтому делюсь с вами. Это для самостоятельной работы. Берёте лист бумаги и пишите вначале письмо маме, потом папе. Алгоритм такой. Пишите, например, «Здравствуй, мама. Помнишь, ты делала, говорила?» И вспоминаете конкретную ситуацию. Дальше вы пишете «Я чувствовала» или «чувствовал». Я буду говорить сейчас от женского лица. Если вы мужчина, подставляйте своё. В своей тетрадке запишите этот алгоритм. Девушки говорят, например, «Здравствуй, мама. Помнишь, ты делала, говорила?» Вспоминайте конкретную ситуацию, которая приходит к вам в голову. Дальше пишите своей рукой в тетради «Я чувствовала». Дальше «Я ощущала», «Я думала» и «Я делала». Лена, добрый день. Сегодня делюсь техникой письмо маме, папе. Классная техника узнала у Дмитрия Атланова. И делюсь со всеми. Это для самостоятельной работы. То есть обязательно вспоминаем конкретную ситуацию и выписываем, что мы чувствовали, ощущали, думали и делали. Дальше второй слайд. Открываю. Сейчас, секунду. Второй слайд. И дальше вы пишите. «Зато теперь я знаю, умею, могу и благодарю». То есть благодарность должна быть на уровне ощущений тела. То есть часто почему какие-то ситуации мы не прорабатываем, потому что мы благодарим на уровне головы, а надо ещё на уровне ощущений тела почувствовать эту благодарность. То есть благодаря маме, папе, что мы теперь знаем, умеем и можем. Вот классная техника. Пожалуйста, применяйте. Вот. Дальше о чём ещё хотела поделиться. И плюс представьте, что за консультацию вы, ну за эту технику вы заплатили, например, 10 тысяч рублей, поэтому у вас будет мотивация сделать. Итак, немножко в другую сторону пойдём про виды эмоций. Эмоции есть первичные, которые возникают здесь и сейчас. Также эмоции есть вторичные, подавленные. И есть эмоции, которые мы перенимаем. Это как вирус гриппа. Перенятые эмоции могут быть как, ну, по роду, условно, от мамы, от папы, от дедушки, от бабушки и так далее. Вот какие-то эмоции мы перенимаем и потом проживаем как свои, если не сепарируемся от них. Также перенимаем эмоции, если берём профессионального психолога, там, медика, пожарных, МЧСников, то есть, ну, берём психологов, мы тоже можем перенимать эмоции и заражаться как вирус гриппа, условно. И в школе мы тренируем навыки, укрепляем психологический контейнер, чтобы не перенимать чужие эмоции как вирус гриппа, следовать технике безопасности, иметь какие-то свои обряды, ритуалы, чтобы после консультации сепарироваться от эмоций клиента. Таким образом, мы помогаем и себе, и клиенту. Это профессиональный навык на уровне рефлекса, он тренируется. Но если после консультации с клиентом мы ходим как на эмоциях, не можем никак забыть ситуацию клиента, у нас что-то внутри колышется, можно так сказать, тогда мы идём либо к коллегам, кому доверяем, либо на супервизию. Задача помочь себе, чтобы мы не болели гриппом, условно не перенимали эти эмоции. Если брать технику письмо маме и папе, мы здесь ещё работали со вторичными подавленными эмоциями, которые были там и тогда. Да, обязательно в этой технике важно вспомнить ситуацию конкретную и дальше по алгоритму, как я говорила, я чувствовала, я ощущала, я думала, я делала. То есть по алгоритму пройти, тогда мы получаем новый смысл в этой ситуации, и это уже наш опыт как золото. Но если мы просто отыграли эмоции, они потом возвращаются. Вот сейчас следующую картинку покажу. Так, следующая картинка. Если берём пример, кукла для битья, есть техника, рекомендация, если есть эмоции, например, агрессия, можно побить куклу. Но по статистике только у 7% людей уровень агрессии действительно снижается. То есть вот это упражнение, побить куклу, посуду, я не знаю, подушку, помогает только 7%. У 30% остаётся тот же уровень агрессии, а у остальных, можно сказать, у 70% людей уровень агрессии он только увеличивается. И эта техника не совсем подходит. То есть мы отыгрываем эмоции, которые нам нужны для успешной адаптации, для реализации своих целей и задач. И эти эмоции мы просто впустую проживаем, и даже уровень агрессии у нас увеличивается. Поэтому, если брать технику письмо маме-папе, это не отыгрывание, а это реальное проживание конкретной ситуации по всем алгоритмам. Что мы чувствовали, ощущали, думали и делали. И плюс мы вспоминаем конкретную ситуацию, а значит мы понимаем, что теперь благодаря этой ситуации мы знаем, умеем и можем. И эту ситуацию травмирующую мы проработали. То есть и заново уже она не будет повторяться. Возможно, да, представьте капусту, да, мы сняли один слой, второй, третий, но если мы сняли один слой, всё, заново эту ситуацию не надо прорабатывать. А когда мы просто побили подушку, есть вероятность, что мы опять к этой ситуации вернёмся, потому что мы её не прожили на уровне ощущений, чувств, и не появилось новых смыслов. И если брать телесный подход, то он даёт возможность действительно помочь человеку. Если брать письмо о благодарности, когда мы на уровне ощущений тела, чувствуем благодарность. Вот. Открываю следующий слайд. Что подходит? Какие ещё самостоятельные упражнения можно применять? Можно использовать разные дыхательные упражнения. поизучайте, что такое диафрагма, как мышца, когда мы полной грудью дышим, как часто при стрессе, особенно у нас есть кислородное голодание, мы не дышим полностью. И любые техники, упражнения, дыхательные, медитации, что-то ещё помогает нам вернуться здесь и сейчас, и мы чувствуем себя лучше. Поэтому подходят любые дыхательные упражнения. Также подходит тряска. Можно дома включить музыку, если есть какая-то эмоция, например, агрессия. Чувствуем, что нас что-то захватило внутри. Включили музыку и потряслись. По системе бей-беги, сражайся условно. Вот тряска. Как идёт тело. Понятно, есть разные техники, упражнения. Можно в книгах почитать, можно по алгоритму, а можно спонтанно просто трясти своё тело. Это также тоже помогает. Что ещё? И если брать телесную психотерапию, то тело — это система. Работая с одним элементом, включаются другие системы, меняется всё. Так, вроде бы все слайды показала, какие хотела. И про письмо. Ещё раз алгоритмы показываю. Пишем, я чувствовала, я ощущала, я думала, я делала. И дальше, зато теперь я знаю, умею, могу. Вот, классная техника, применяйте. Вот, вроде бы поделилась, чем хотела. Также можете найти разные книги по телесной психотерапии. Вот я студентом скоро буду в электронном формате. Это из книги техники психолог Вера Грачёва «Телесно ориентированный тренинг. Тело, как зеркало нашей души». И тут, вырезкая из книги, вот я в методичке, как студентам и участникам супервизорской группы, буду этими материалами делиться. В интернете попробуйте найти эту книгу. Я искала, пока не нашла. Вот, ну, а можно, как, подойдут любые другие техники, упражнения для тела, для дыхания. Это всё помогает. Когда мы просто работаем на уровне головы, это всё классно, но надо ещё работать на уровне ощущения и на уровне тела. Также для студентов подготовлю методичку по диафрагме, потому что диафрагма влияет на наше эмоциональное и физическое здоровье. Вот. И тут будут классные техники на заземление и так далее. Но, в принципе, в интернете можно тоже изучить, кто не в школе, кто в школу не пойдёт. Также изучайте, делюсь. Вот. Поделилась классной техникой, классными инсайтами. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста. Также всем напоминаю, кто хочет в школу, в новую, в 16-ю группу, 15-го июля, последний день, когда можно присоединиться в эту группу. Жду всех. Сейчас идёт реклама. И новые подписчики получают классные уроки. Обратите внимание, в каждой группе я даю какие-то новые материалы. Получите эти уроки, изучите. Они очень классные. Вот. Лена, диафрагмальное дыхание — это огонь. Вот, согласна. Важно дышать. Дыхание — это жизнь. Лен, хочется выйти в эфир на 5 минут, поделиться, как ваши дела? Если есть желание, ставьте плюсик. Если есть вопросы, тоже пишите. Если нет, то будем заканчивать. Ненадолго вышла. Сегодня в 13.30 иду на консультацию к Дмитрию Атланову, на вторую консультацию. И вот делюсь техникой, письмо маме, папе. Я вот была на первой консультации у Дмитрия Атланова, про родителей разговаривали. Я думала, что тему родителей я уже проработала. Уже я взрослая женщина, у меня никаких нет обид. Но всё равно оно поднимается. Вот. И также выполняла эту технику. Дмитрий Атланов давал домашнее задание. И я поэтому со всеми делюсь. Классная техника. Хоть нам 40, 50, хоть 60 лет. Нам кажется, что тема с родителями уже проработана. Но бывает, что всё равно и есть какие-то ситуации, которые надо доперепрожить. И вот эта техника, что я дала письмо маме, папе, помогает по алгоритму чёткому перепрожить какие-то ситуации. Вот. Вроде бы всё сказала. Если есть вопросы, пишите. Если нет, то будем заканчивать. Всем хорошего дня. И кто желает, кто выбирает, рада видеть всех желающих в 16-й группе. Очень интересно, какая группа соберётся. Вот. Я тоже постоянно развиваюсь, меняюсь. Плюс не переживайте, что там надо писать эссе, ваши ожидания от курса, автобиографию. В свободной форме. Мне просто надо понимать уровень вашей психологической зрелости. Так, могу 5 минут. Всё, Лен, тогда на 5 минут даю вам доступ. Так, сейчас приглашаю. Надо нажать, разрешаю выйти в эфир. Лена в 15-й группе проходила обучение. Лена врач, телесный терапевт, психолог. Тоже постоянно повышает квалификацию. В разделе «Выпускники» также Лену разместила. Есть ссылка на страничку Лены в ВКонтакте. Обращайтесь, смотрите, какие есть программы. Лена проводит мероприятия в Санкт-Петербурге, также онлайн. Обращайтесь. Ой, Лен, пока вы вышли из эфира, тогда подожду ещё чуть-чуть. Лен, давайте ещё раз попробую, если это вы. Всё, Лен, попробовала. А, пишут, Лена не может присоединиться. Лен, давай ещё раз попробую, может. Нам повезёт. Сейчас ногти мешают. Я нажимаю «Пригласить». Получается, либо можно нажать «Участвовать в эфире», отправить запрос. Но если получится, если нет, то тогда в другой раз потренируемся. Не даёт, да? Может, что-то с интернетом у меня? У меня Wi-Fi. Так, Лена, давай последний раз попробуем, может. Так. О, я вижу запрос. Сейчас посмотрим. Принять. Всё, может быть, сейчас получится. Так, ещё раз. Сейчас, Лен, принять. Сейчас принять. Ой, я извиняюсь. Лен, тогда в другой раз попробуем. Хорошо? Всё, тогда всем хорошего дня. Всё, я убегаю. Лен, благодарю за участие. В следующий раз можем запланировать, совместный эфир провести. Всё, всем хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон»